Чернобыльцев глава города принимал у себя в кабинете. Он отметил, что в ликвидации последствий аварии на АЭС принимали участие сотни сочинцев. Многие из них не дожили до нашего времени. Сегодня в строю лишь 540 человек. Сочинские ликвидаторы катастрофы поддерживают друг друга, помогают вдовам погибших, проводят занятия по патриотическому воспитанию в городских школах, готовы и дальше помогать ликвидаторам и местные власти. Хочется поблагодарить городскую общественную организацию Чернобыльцев, которая была создана 15 октября 1990 года. И хочу сказать, что общественность работает достаточно эффективно. Я хочу сказать, что мы всячески стараемся решать и вопросы предоставления жилья настолько, насколько это возможно. Как особой социальной группе, подчеркнул Анатолий Пахомов, чернобыльцам готовы оказывать квалифицированную помощь в любой больнице. Решат и вопросы с отдыхом и оздоровлением. Уже выделены бесплатные путевки. Также на встрече обсудили предстоящий митинг памяти жертв аварии. Анатолий Пахомов рассказал, что в его уходе активистам будут вручены медали, почет и признание сочинцу. А по окончании встречи с главой города всем участникам от администрации вручили памятные подарки. Сами чернобыльцы тоже не остались в стороне. Вручили Анатолию Пахомову его портрет, вышитый собственными руками.